Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хей, это Бебей. Бывало ли у вас чувство, что современные игры более не радуют, а даже наоборот, вызывают скуку, ничем на ум не удивляет и совершенно нет никакой мотивации проходить тот или иной продукт? Игры стали для тебя полнейшей хуйкой. Той, порой вы можете подумать, мол, может это со мной что-то не так? Неужели я вырос, стал взрослым и больше не смогу получать удовольствие от старых добрых посиделок в виртуальном мире? То, что я тебе сейчас скажу, может удивить, шокировать, вызвать недоумение. А что если с тобой как раз таки все в порядке, но при этом, возможно, следующий раз, когда ты получишь искреннее удовольствие от какой-либо новой игры, будет совсем не скоро? Да, это действительно очень печально. Может тебе стоит перейти на кино? Сериалы? Аниме? Хм, хотя есть еще один вариант, который может сработать и помочь тебе снова очутить приятные и радостные эмоции от игры. Если же тебе это интересно, то отбрось все свои предрассудки. Графонодрочерство и стереотипное мышление, ибо я покажу тебе мир, способный испугать неподготовленных. Мир старых игр, а в особенности игр 90-х годов. Почему именно 90-х? Потому что именно в это время вышли самые оригинальные шедевры игровой индустрии, о которых вы, скорее всего, даже и не слышали. Ну и мне же лучше, больше роликов забелю, да, детка? Бэйвей снова ныряет с головой в древнюю олдовую срань. Ладно, это я, как обычно, все читаю по тексту, а сейчас немножечко от себя, прямо во время записи, буквально промтом-экспромтом, как он там говорится. Ребят, данный ролик достаточно экспериментальный, потому что я пытаюсь немножечко изменить самого себя, это раз, а во-вторых, потому что я монтирую и создаю ролики сейчас, используя совершенно другие машины и методы бытия. Так что, если вдруг будут какие-то косяки в технологическом, в плане повествования, то, пожалуйста, не бейте меня, не ругайте, это все эксперименты. Торжественно сообщаю тебе, я планирую выпустить несколько роликов по данной теме, где буду все глубже и глубже помогать вам вникнуть в суть той годноты, что выходило в прошлом. То есть можете спокойно ожидать отдельных роликов по древним игорем, которые я то и дело буду выкапывать из могилы. Ультима, Вангеры, Андерворлд, Тесс, Джаггед Альянс, Алоды и множество другого годного стафа, который я вытащу со дна на свет божий. В данном же ролике мы затронем основы, и я вам в общих чертах покажу, че почем, хотя и с мечом. То есть просто затру за старые игры, с чего все начиналось и так далее. Можете считать этот ролик началом чего-то большего. В первую очередь стоит определиться, что такое старые игры, а точнее, когда игра приобретает статус старая, или, как сейчас можно говорить, олдовая. Кто-то говорит, что игре должно быть более 10 лет, и лишь только тогда она будет считаться ретро. Майнкрафт вышел в 2009 году, однако он все еще популярен и снабжается новым контентом. Скайриму через год исполнится 10 лет. Можно ли будет тогда Скайрим называть старой игрой? Сомневаюсь. Однако тот же Сталкер Тень Чернобыля 2007 года уже как-то более тянет на звание старичка. И это несмотря на то, что он все еще популярен и живет благодаря мододелам. Да что уж там. Первый Modern Warfare, да-да, тот самый, он тоже вышел в 2007 году. Дабы таких вопросов более не было, в данном ролике и впредь мы будем отталкиваться от моего собственного метода оценки возраста игровой индустрии. Профессор Бобай сейчас принесет вам немного мудрости. Представляете себе, я и приношу мудрость. Начнем с того, что индустрия развивается и растет с каждым годом все больше и больше. Поэтому намного удобнее будет распределять игровые эпохи по десятилетиям. Допустим, Сталкер это игровая серия нулевых, а тот же Скайрим это уже эпоха десятых. Но чтобы по-настоящему игра считалась старой, и, по моему мнению, она должна быть выпущена как минимум три эпохи назад. Поэтому те же Portal или Half-Life 2 только готовятся стать старичками. А вот System Shock 2 уже заслуженная, олдовая, ретро и горя. Теперь, когда мы определились с тем, что такое старые игры, стоит перейти к сути. Те игры, про которые я вам буду далее рассказывать, и в которые, я надеюсь, вы после этого захотите поиграть, были выпущены раньше 2000 года. Кстати, я еще надеюсь, что после данного ролика вы захотите выпить имба-энерджи. Имба-энерджи это чудодейственно-энергетический напиток для настоящих геймеров. В эти тяжелые времена нам всем необходим приятный напиток для драйвового игрового бытия, и именно имбу ты можешь заказать, не выходя из дома. Не нужно трогать эти грязные сифилисные банки в магазах. Берешь, заходишь на сайт и заказываешь интересный для тебя вкус или даже вкусы. А их, знаешь ли, чуть более чем много. Вишня, яблоко-киви, малина, мохито, оригинал и много других. И что самое главное, все эти вкусы без сахара. Используй мой промокод при покупке и получи скидку 10%. Заказал? Все. Жди бесконтактную доставку до двери. И это я еще не сказал про великолепнейшие комбо-наборы, которые уже продаются со скидкой до 25%. Мало того, при заказе любого комбо можно принять участие в розыгрыше 40 призов, среди которых Киберпанк 2077 и сертификаты до 4000 на любую игровую платформу. Имба Энерджи. Переходи по ссылке в описании под роликом. Всего на данный момент можно выделить три игровых эпохи. 70-е, 80-е и 90-е. За эти три десятилетия игровая индустрия достигла немыслимых высот в развитии геймплея, способах подачи сюжета и технической реализации. Именно на этих трех столпах зиждется само понятие игра. Эти три ингредиента должны быть идеально сбалансированы, и разработчик обязан прекрасно понимать, на что можно упор сделать побольше, а на что поменьше. Семидесятые. В 70-х о сюжете и графике особо и не думали. Все состояло из палочек и ноликов. На тот же Понк 72-го года люди смотрели так же, как мы в свое время глядели на Кризис. Так же, как современные геймеры смотрят на Киберпанк или РДР-2. Тогда никто и не предполагал, что если на это намазать графона и добавить пару-тройку диалогов, то на выходе получится то, что мы сейчас называем «игра». Да и вы только посмотрите на адские машины, на которых шли эти шедевры. Вы смеялись с дизайна нового бокса, а Понк так вообще имел деревянный корпус. Но тогда этого людям было достаточно, и все дружно оху**али с тамошних цифровых развлечений. Более осмысленные Егории начали появляться ближе к концу 70-х, и выходили они преимущественно на игровых автоматах, или же на популярной тогда Atari 2600. Там все так же преимущественно главенствовал чистый геймплей с маленькой толикой графона. Да и сами игры были те еще и игры. Чтобы четко понять, во что тогда гамала молодежь, представьте себе Flappy Bird, но с минимальной графической составляющей и пердящими электронными звуками. У самой Atari, кстати, тоже был деревянный корпус. Слушайте, а мы можем сейчас современные консоли деревянный дизайн засунуть? Какие там SSD тарофлопсы? Я хочу бокс в форме куба из Майнкрафт. 70-е важны во всей этой истории не только играми и автоматами, но и тем, что в 77-м году вышел Apple 2. Именно на этот девайс в будущем вышло множество прекраснейших игр, но вышли они в 80-е, 80-е. Тема с играми начала завлекать людей все больше и больше, а сама индустрия ощутила заметный подъем и эволюцию. Игровые автоматы становились лучше и популярнее, но им в спину дышали домашние консоли. Pac-Man 80-го года и Donkey Kong 81-го. Первая консоль от Nintendo, выход Mario, Zelda, Street Fighter, Final Fantasy. Люди сами разрывались и не знали во что именно играть. Те, кто попогаче, получили Nintendo на Рождество и звали к себе своих друганов. А остальные же собирали мелочь и шли рофлить в игровой зал, ставя рекорды в незамысловатых, но зубодробительных играх. Однако не только автоматами и консолями значимы 80-е. Параллельно с консолями растет индустрия компьютерная. Шажочек за шажочком. Развивалась линейка компов Apple, наконец-то вышли Commodore, Spectrum, MSX и, что самое главное, полноценные игры для компьютеров. Мало того, многие пока игры 80-х знамениты и по сей день, как тот же самый Metal Gear, Wizardry, хотя вы про него вряд ли слышали, Might and Magic, Ultima, Prince, Persia и многие другие. Я вам обязательно расскажу про всю эту годноту и поверите мне, после моих роликов вы обязательно захотите их пройти. Игры, помимо геймплея, начали прибавлять в графоне и сюжете. Появляются интересные персонажи со своей собственной историей и приятной глазу оболочкой. И они хотя бы стали похожи на живых существ. Игрострой приносит все больше прибыли, а в компьютерную отрасль вливаются юные, мечтательные студенты. Девяностые, девяностые. Данную эпоху видеоигр принято считать одной из наиболее важных. Если до этого индустрия росла стремительным потоком вверх, то начиная с девяностых появилось множество ответвлений. Да, ранее были прекрасные технологические игры для автоматов и домашних консолей, но именно в этот период в огромнейшем количестве выходили качественные и не менее технологичные игры для компьютеров. Дело в том, что до этого многие разработчики и издатели не воспринимали всерьез разработку игр для ПК. Но и нового мнения были как раз таки те самые мечтательные студенты. Это была эпоха смелых экспериментов, и по моему мнению, эту эпоху можно печально называть эрой забытых ПК игр. Биафордж, Энвил оф Даун, Альбион, Крусейдер, Миллион квестов Колов Ктулху, я не знаю там, Варкамер, Хаус, Гейт. Я сейчас назвал вам несколько абсолютно рандомных игр, о которых вы скорее всего никогда и не слышали, но они великолепны, и таких игр просто огромное множество. Что примечательно, девяностые также славны играми российского производства. Аллоты, проклятые земли, Вангер, Петька и Василий Иванович. Да, они были не особо популярны за букром, но нашим играм повезло тем, что у нас о них знают абсолютно все, и о них помнят, и они бесспорно считаются классикой. Также ПК игр 90-х примечательны феноменальными прорывами и нововведениями, которые порой приписывают совершенно другим играм. Допустим, многие из вас знают Doom, Wolfenstein 3D, и у большинства в голове засела мысль, что это самые первые 3D игры, и при том, что в этих играх ты можешь двигать головы только в одной плоскости. Но мои-то подписчики знают, это совершенно не так. Самой первой 3D игрой от первого лица является Ultima Underworld, в которой мало того, что можно двигать голову и вверх, и вниз, и влево, и вправо, но и перемещаться в трех плоскостях. Удивительно! Однако не только пока играми прекрасна данная эпоха. На свет вышли первый PlayStation и Nintendo 64. Их играм, конечно, повезло намного больше, потому что тогда консольные игры приносили много денег, а приставки были почти у каждого подростка, и поэтому много консольных игр осталось в памяти у людей. Но это не означает, что мы их пропустим. Я вам обязательно расскажу в отдельных роликах про те или иные игры, просто потому что это интересно. Всякие гарепухищи, Человеки-пауки, Зельды и Марио это только вершины консольного айсберга. А мы же с вами хотим узнать, что там на дне. Да? Я поведал вам за некоторые основы, которые желательно знать. Ныне на канале периодически, но не на постоянке, будет выходить новая рубрика Старые игры, в которых мы с вами будем в подробностях разбирать ретро-годноту. В некотором роде повествование в роликах будет похоже на Кратко-Про и порой также в нескольких частях, но помимо сюжета мы также будем интересоваться разработкой, Какими-либо интересными фактами и просто относиться к этому немного серьезнее Но если что, не огорчайтесь Множество распи***рских роликов все так же будет выходить на канале А если вы хотите, чтобы я начал с каких-то отдельных примеров, то напишите Да, ребят, сейчас самое время топить завангеров, если вы так этого хотите А коль вы желаете, чтобы я в этой рубрике победал вам за игры нулевых, то ждите 2030 года До скорых встреч, мои дорогие друзья Большое спасибо, что посмотрели этот небольшой Но достаточно значимый лично для меня ролик Пока